Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Азаренок. Сегодня у меня в гостях Таня Либерман. Таня основатель и владелец компании Jerusalem Bazaar, Flowers Lovers, NGB, Beauty, Conor. Все свои бизнесы Таня стартапила практически без инвестиций. В частности, онлайн и офлайн магазин израильских украшений Jerusalem Bazaar начинался с пяти пар сережек и двух пар бус. А одна из лучших флористических студий России начиналась с шести букетов на кухне. Сегодня в этом подкасте мы узнаем, как это получилось и какую роль во всем этом играл Танин личный бренд. Таня, привет! 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 Слушай, ну давай начнем сначала. Итак, факультет журналистики, Тюмей, потом Рэдбул, потом Икея, и ты поехала завоевывать Москву. Как-то быстро промотала, так что Екатеринбург был, да ладно. Ну да, Екатеринбург, Икея, и ты потом поехала завоевывать Москву. Завоевывать или просто в Москву? Ну я поехала завоевывать мир глянцевой журналистики, но не завоевала, как видишь. Завоевала другой мир, и все нормально у меня теперь. Да, но я слышала, что ты мечтала работать в ВОГе, да? Да. И вот как складывалось? Вот ты приехала в Москву, Москва такая. Таня? Я приехала в Москву, обошла все издательские дома, которые только были в Москве, с собеседованиями. Меня никуда не взяли. Ну, я пошла работать секретаршей в околомодную сферу, в магазин «Подиум», к учредителю собственному. То есть персональным ассистентом? Да, красиво это называется персональный ассистент, но я стараюсь быть честной с собой и работала я секретарю. Я знаю, что твой рост, ну, такой популярность, начинка с того, что ты начала вести блог. Начала вести живой журнал. Почему ты начала вдруг вести ЖЖ? Мне было скучно на работе. Это была Икея. И, честно говоря, последние полгода в Икеа я ничего не делала, кроме как сидела просто в интернете и что-то там, короче, ничего не делала. Ну, и было скучно, поэтому я решила самореализоваться в блоге. В блоге. Ну, а как понять, о чем ты начала писать? Ну, что? Я, честно говоря, начала писать просто о своей жизни. Причем моя жизнь была тогда не особо выдающейся, то есть там не было чего-то там, каких-то там путешествий, бизнесов, детей, там, всего этого. Котиков? Да, обычная абсолютно жизнь была. Но я писала об этом достаточно задорно, чтобы люди хотели про это почитать. Ну, то есть, смотри, я читала в одном из интервью, да, то, что ты жила, вот, по-моему, на Войковской через какой-то период времени, я такой, знаешь, работала ассистентом. И пишешь ЖЖ, и вдруг людей это цепляет, и там появляется первая тысяча людей, и ты понимаешь, что есть какое-то даже уже там влияние. То есть, в чем фишка? Ну, вот как, какой рецепт можно дать человеку, о чем писать? Нету рецепта. Нету рецепта. Ты либо классная, харизматичная, либо нет. А, ну, то есть нет рецепта. В данном случае, да. То есть, вот эта вся история про личный бренд до сих пор для меня не очень понятно, как можно дать какие-то рецепты на эту тему, потому что мне кажется, что личный бренд – это самая харизма, которую невозможно приобрести. То есть, я считаю, что очень многие человеческие качества там можно в себе воспитать, выработать, там, если я работаю над собой, это мне все очень близко. Ну, мне кажется, что харизма – это та вещь, которая либо есть у человека, либо нет. Ну, хорошо, но получается, что до момента, пока ты начала приобретать популярность некую, ты, получается, что, ты не осознавала, что она у тебя есть? Почему я осознавала? У меня просто блога не было. Я всегда осознавала, что у меня что-то есть. Ты просто не была такого инструмента сейчас, который ты могла бы показать большому количеству людей? Ну, да, как-то, наверное, и не задумывалась особо об этом. Скажи, а ты стала предприниматель... В 2009 году ты встала на путь предпринимательства. В этой серии, там, я решила и встала, или как-то так получилось? Вот как было? Так получилось. Я вообще всегда смотрела на людей, которые, там, у меня были друзья, фрилансеры, там, фотографы, не знаю, кто там, дизайнеры. И мне всегда смотрела, я думала, ну, как же так, вот эти люди, они же не знают, когда они в следующий раз получат зарплату. Как тут можно быть такими храбрыми, смелыми, ловкими, умелыми? Оказалось, что даже можно. Но мне всегда казалось, что я буду работать в какой-то корпорации, что-то, но потом очень быстро мне стало понятно, потому что корпорации и я – это вещи несовместимые, потому что не умею я вот это вот движение по карьерной лестнице, нетворкинг правильный, это все мне было не близко, поэтому... Где вот этот переходный момент, ты уехала в Тель-Авив, да, то есть, ты, типа, бросила все, уехала в Тель-Авив? Я ничего не бросала особо. Ну, или? Там был сложный момент, сложный в смысле для определения, то есть, очень сложно сказать, что я там уехала в Тель-Авив, потому что я уехала на 3 месяца, потом стала возвращаться, потом так уезжать, там, вот ты приехала на месяц, ты ехала на 2 месяца, ты приехала на 2 недели, уехала на 3 недели, то есть сказать, что я там переехала в Тель-Авив, Такого не было, наверное, если не считать, 3 месяца переезда. Но у меня там была квартира, я туда постоянно ездила, и до сих пор Толя Вив, мой второй дом. Да, да, это я вижу из Инстаграма, сколько там любви, солнца, всего этого. Транслируется, это чувствуется. Хорошо, а какой момент у тебя в твоем чемодане оказалось несколько пар сережек и бусы, которые ты привезла в Россию и вдруг начала продавать через ЖЖ? Я первый раз ездила в восьмом, у меня с тетрадом родная живет, и привезла оттуда вот эту пару сережек, даже пару-пару-пар сережек, и мне казалось, что они очень классные, в Москве тогда такого не было. Действительно, такого не было, действительно, было там либо какой-нибудь аксессорис, ну и дальше уже всякие какие-то ювелирные марки и так далее. То есть, и была дешевая бижутерия или дорогие бренды? Да, и ничего такого самобытного, интересного, какой-то эмали, камней, я этого не видела, по крайней мере. А мне было это интересно, потому что я люблю украшения, мне нравился аксессуар и всякий там и так далее. Мне казалось, что этим легко преобразить, сделать образ какой-то новый и так далее. И поэтому я подумала, что раз у меня есть такая уже аудитория, которая оказалась очень большой, тысяча человек, ну аудитория отзывчивая, лояльная, прислушивающаяся и так далее, и я подумала, что почему бы не попробовать? Ну то есть, мне же никто там ничто за это не сделает, мне не нужно делать какие-то безумные инвестиции, вложения и так далее. И я из очередной поездки из Израиля привязала какие-то украшения, вроде как для себя, а потом подумала, ну почему бы не попробовать их продать? И написала пост? Написала пост. И люди сказали, круто. И люди сказали, круто. И ты такая, так, надо еще привезти. Ну это было такое, значит, 4 еврейский бизнес. Купила 2 сережки, продала 2 сережки, купила 4, продала 4, купила 8. Ну вот, в общем. А в какой момент ты уже ощутила, что это прям вот такой хороший, ну не хороший бизнес, а прям бизнес? Или? Когда я поняла, что мне не нужно на самом деле идти работать, ну то есть я ушла с работы, решила все, как ты сказала, все бросить, переехать в Тель-Авив, а я поехала в Тель-Авив в полной уверенности, что я буду в дауншифтер, типа и пойду работать официанткой и все такое, но потом я поняла, что мне не надо идти работать официанткой, у меня есть работа и я зарабатываю. Ювелирные украшения, это правильно я говорю, ювелирные украшения? Ну я предпочитаю это назвать бижутерией, хотя сейчас мы выходим уже на такой уровень, когда это уже нечто большее, чем бижутерия, да, чем просто побрякушки, если раньше я могла это назвать там бирюльки, цацки или что-то в этом роде, то сейчас мне язык не поворачивается, потому что это действительно дизайнерские украшения, которые мы создаем, там, ищем камни, создаем эскизы, продумываем все это, вкладываем в это душу, поэтому это уже не что-то такое, ну и начиналось это все с намного более дешевого сегмента, во-первых, во-вторых, чтобы были другие материалы, то есть сейчас мы используем практически здесь серебро, практически везде натуральные камни, раньше там был и пластик, и сплавы в основном, и, в общем, ну это была действительно такая бижутерия-бижутерия молодежная. Часто моя аудитория растет вместе со мной и в материальном, и в социальном, и в, ну, в возрастном плане, поэтому, естественно, сейчас уже там какие-то ключики из сплава интересны меньше, чем какие-то уже дизайнерские украшения из натуральных камней и серебра. Я как раз и хотела сказать, что вполне возможно ты растешь, аудитория растет, у тебя он само меняется, то есть ты выбираешь то, что тебе нравится. Да, это всегда так было. Я первый раз в пространстве, и вот буквально перед съемкой я зашла, и чувствуется такое, знаешь, энергетика чувствуется, то есть я сразу, а что за камни, и так далее, то есть в этом чувствуется какой-то характер. Как ты вот, я знаю, что в Израиле много кто делает украшения, что это как бы есть культура. Да, это такая хобби, да, у всех. Если у нас все вяжут, то там все делают украшения. Вот как из этого потока ты выбираешь? А я практически не выбираю. У нас есть якорный дизайнер Сигаль, который уже, это скорее уже производство наше, потому что дизайн практически все создаю я. И наше производство собственное, когда мы закупаем фурнитуру в Израиле и делаем здесь у нас в студии на втором этаже. То есть у вас есть фактически, вот можно я, да? Да, но это то, что делается в Израиле. Ага, это что делается в Израиле. А дальше ты уже теперь, ну это получается, что это следующий шаг, кто уже стал дизайнером украшений? Ну, я пока не очень склонна это так называть, но возможно это что-то вроде этого. Я считаю, что дизайнер это нечто большее, чем просто там, не знаю, собрать бусы на нитку, хотя люди так себя называют частенько. Но я предпочитаю, кто просто больше себя ощущаю создателем бренда, нежели там дизайнером украшений. Угу. Хорошо. Момент перехода из онлайна в офлайн. То есть вот я знаю, что на четвертый или на пятый год вашего роста в онлайне в какой-то момент ты решила выйти в офлайн. А зачем? Это была попытка очередной самореализации, очередной шаг в самореализоваться. Это было просто вот, я подумала, я могу это сделать, почему это не сделать. И это правда, что вы на четвертый день уже окупили затраты на открытие? Чуть ли не на второй. А, вы знаете? Да, то есть, я уж не помню сейчас, то ли на третий, то ли на второй. Да, мы окупили затраты, потому что, ну, я всегда исповедовала такой достаточно медленный шаг за шагом рост в плане инвестиций. То есть не огромные вложения и резкий рост, а что-то такое более медленное, понятное. То есть я вкладываю то, в чем я уверена, что я могу это окупить и точно не прогореть. Сейчас я немножко уже мыслю более широко, но тогда это были более осторожные шаги. А ты сама делала это финансовое планирование? Да. Хорошо, а как во всем этом появляются цветы? Потому что, смотри, вот я, во-первых, знаю, что я знаю про цветы. Это высококонкурентный рынок, во-первых, во-вторых, это скропортящийся продукт. Ну, это сейчас высококонкурентный рынок, вот эта ниша, которая занята нами, это сейчас высококонкурентная действительно ниша, потому что очень много сейчас флористов достойных, маленьких, больших, там, любых. Когда мы это начинали, эта ниша была абсолютно свободна. Именно поэтому мы и решили это попробовать. Да, но мне казалось, что это взаимосвязанно, то есть красота. Красота, вот мы и начали, попробовали. То есть ты тоже искала какой-то выход на новую нишу, или ты просто увидела букет и вдруг такая оп. Ну, скорее просто пришла такая мысль, и мы ее развили, так сказать. Как ты сегодня ощущаешь себя в этом, вот в рынке цветов? Честно говоря, я молчаливый партнер в рынке цветов. Я практически не занимаюсь этим бизнесом. Слава богу, у меня есть прекрасный партнер Юля, которая взяла это все на себя. И как она себя ощущает, это уже второй вопрос. Я себя ощущаю в прекрасную ролью молчаливого партнера. Хорошо, ну давай тогда я задам бизнес вопрос. Я читала в одном из интервью, что, например, в Джерусалим Базаре у тебя работает порядка 13 сотрудников. На момент это 10 человек. 10 человек, да? А там работают 3. Нет, 7 сейчас. А, уже 7, ну, устаревшие данные. Но оборот я видела, что приблизительно одинаковый, что там, что там. Открой секрет, какой бизнес получается более рентабельный и проще? Как вот ты ощущаешь? Ну, проще наверняка все-таки украшение. Рентабельность, в принципе, примерно одинаковая. Ну, проще за счет того, что действительно скрепочешься продукт, это всегда стресс. Во-вторых, все-таки наибольший заработок в цветах это свадьба, а свадьба это всегда стресс. Ну, то есть, почему я считаю цветов, потому что я не могу общаться с невестами. Для меня это стресс, и для них это стресс общаться со мной. Поэтому, мне кажется, на цветы это более стесовый, конечно. Понятно, из-за особенностей. Потому что, кажется, цветы кто покупает? Типа мужчины, но на самом деле, наоборот, делают, получается, женщины. Как раз какие-то там свадьбы, праздники, украшения. Да, абсолютно аудитория от цветочных магазинов. От цветочных, вот такой цветочной ниши, которую занимаем мы, это 100% женщины. 100% женщины. Понятно. Так, теперь про продвижение. Очень интересный момент. Смотри, получается, что у тебя получилось такое органическое продвижение через вот ту небольшую аудиторию, которая у тебя была в ЖЖ. Во-первых, зачем ты перешла, в принципе, в Инстаграм? Потому что жизнь стоит на месте, ЖЖ изжил себя. Инстаграм намного мобильнее, намного живее сейчас. Ну, как можно сравнивать ЖЖ и Инстаграм сейчас? Сравнивать вообще невозможно, но я так, ты же в Инстаграме не последние два месяца, ты же там давно? Ну, сколько там, 7 лет, сколько у меня есть? 7 лет. 6-7. 6-7 лет. Хорошо, перейдя в Инстаграм, у тебя аккаунт, я прочитала тоже, что ты считаешь себя ретроградом в плане Инстаграма, что ты не используешь какие-то там новейшие СФСы, марафоны, вся эта история. Ой, если бы попробовала этот СФС, то не застрелилась бы. Даже надо всех их перечитать, у меня нет столько времени. Это не стоит того, ну, на мой взгляд. Ну, тогда в чем секрет вот этого органического хорошего роста? Потому что у тебя сегодня... А я не могу сказать, что у меня какой-то хороший рост. У меня же нету полмиллиона или миллиона подписчиков. Ну, у тебя есть 140 тысяч, и не очень... Ну, 140 тысяч, это не... Ну, это не сложно, это не... Вот это миллион девушек с детьми особенно, у которых 100 тысяч подписчиков, и для этого не нужно быть супер уникальным человеком. Ну, при этом есть еще гораздо большее количество миллионов девушек, которых этого нет, и которые этого хотят. Они идут на различные курсы, обучаются вести там Инстаграмы, делают то, пятое, десятое, и при этом у них нет такого результата. Согласись? Ну, наверное. Ну, как бы по факту. Ну, да. Почему? То есть, вот смотри, ты входишь в Инстаграм, начинаешь там расти. Современные способы ты не используешь. В чем контент? О, о чем мы начинали? Да. Таризма. Ее никуда не засунешь, не задушишь, не убьешь. Ну, просто людям нравится, наверное, читать и видеть то, что я показываю. Какой-то лайфстайл-микс, достаточно искренний, честный, то есть это не... Видно, что это невылезанные картинки, которые реально не соответствуют действительности. И цепляют то, что вроде как это реальная жизнь, но при этом она красивая. И цепляют то, что вроде как это простая девушка. То есть, когда ты смотришь там Инстаграм Бейонсе, да, и у нее там все эти сумки Луи Виттон, и вот эти вот огромные бриллианты, и ты думаешь, ну, конечно, она звезда. А тут ты видишь, ну, вроде девчонка с соседнего двора, а можно так жить, это классно. И это вдохновляет. Мне кажется, в этом все. Сегодня ты обучаешь Инстаграм? Инстаграму обучаешь? Я знаю, что у тебя курс, мы сейчас об этом поговорим. Я обучаю бизнесу, в принципе, микробизнесу, у меня такая узкая ниша, микробизнес для девушек. То есть это сейчас очень популярно, мне кажется, и достаточно мало какой-то информации об этом. Да, согласна. В основном коучить на что-то более масштабное, и так далее. А вот микробизнес, опять история про... Что такое микробизнес? Это вот все, что начинается с того, что ты решаешь продавать пинетки в Инстаграме, до того, что вот ты видишь здесь. Ну, это получается, что ты рассказываешь в неком смысле про твой путь? Ну, да. То есть и один, и второй, и сейчас вот пространство, да? Ведь на самом-то деле у тебя же еще есть пространство, в котором проводятся различные мероприятия, лекции, мастер-классы и так далее. Это способ продвижения других бизнесов, или это тоже как отдельный бизнес-проект? Скорее бизнес-проект отдельный, но все это взаимосвязано, и действительно там на некоторых вебинарах девушки слышат про магазин, потом приходят сюда, покупают и так далее. То есть такой взаимосвязанный процесс, один организм, так сказать. Хорошо. Личный бренд. Ты в него, ну как, в технологии личного брендинга, если я правильно поняла, ты не веришь? Я не то, чтобы не верю, но меня очень часто просят выступить именно на эту тему, но я не понимаю, что рассказывать. Поэтому я обычно отказываюсь. Я готова рассказать, не знаю, как оформить аккаунт в Инстаграме, как нанять сотрудников, как провести собеседование, как открыть свой магазин и так далее. Но как выстроить личный бренд, я не знаю. Но ты же понимаешь, что один из факторов твоего роста, это как раз таки то, что у тебя есть личный бренд, который аудитория принимает. Я не оказываюсь от того, что у меня есть личный бренд и что он мне помогает. Но ты не понимаешь, как это передать другому? Да, я не могу дать вам алгоритм, как его выстроить. Хорошо, тогда ты другой вопрос задам. Что такое харизма тогда? Ну ты говоришь, вот харизма. Смотри Википедию, что такое харизма? Но когда ты говоришь, вот есть харизма у бренда, это как ты, что это определяешь? Это энергетика или это... Ну это энергетика, это яркость, искра там и так далее. У тебя есть такое, что ты решила сделать что-то, не знаю, вот допустим, контент-план, да? Вот я буду писать про это, не буду писать про это. Есть ли, например, какие-то табу? Давай вот с этой стороны посмотрим. Стало намного, конечно, более обдуманно подходить к тому, что я пишу, потому что любая двусмысленность или любая провокация может вызвать ненужную мне реакцию. Но так как я не просто блогер, который хочет набрать много подписчиков, все-таки моя основная цель продавать, конечно, мне не нужны лишние негативы, вот так скажем. То есть, скажем, ты на светлой стороне? Ну сейчас, да. А, но раньше были какие-то моменты? Ну конечно, я вообще не самый светлый человечек по натуре, и мне всегда казалось, что, ну не всегда, может быть, в определенное время казалось, что я могу говорить все, что хочу и вообще на всех наплевать. Так, а теперь? Ну а сейчас мне важнее продавать, чем говорить все, что я хочу. То, что я хочу, скажу в кругу друзей. Кугуаре. Да, абсолютно. Ну то есть получается, что сегодня ты все-таки сознательна. Я фильтрую базар, да. Да, и выстраиваешь тот образ, который, как тебе кажется, интуитивно предприниматель будет способствовать росту бизнеса. Ну, можно сказать, что я его выстраиваю, но будет, наверное, неправда, и сказать, что я как-то лукавлю или что-то. То есть скорее я просто фильтрую. Да, это имела в виду. То есть я не придумываю что-то и так далее. Я просто там какие-то вещи, наверное, могу не досказать, или там не высказать, или там стереть пост, который мог вызвать какую-то реакцию, которую я не смогла сформализировать и так далее, чтобы не вызывать лишних негативных эмоций у людей. Ну а что-то вот там придумывать и осознанно как-то кого-то пытаться обмануть, выставить себя лучше, чем я там есть, или что-то такого я стараюсь не делать. Ну да. Опять же, как ты говоришь, чувствуется. Это чувствуется и через Инстаграм, и в магазине, и везде. Вот эта искренность, она неподдельная, это очень сложно реально как-то изобразить. На самом деле, да, это чувствуется. И чувствуется, знаешь, возникает ощущение, что все очень четко продумано, и все очень конгруентно. То есть твои бизнесы, там, не знаю, фильтры, которые ты используешь в Инстаграме, если ты их используешь, не знаю, используешь ли? Используешь. Там, цветовая гамма и так далее. Это все очень органично. И поэтому возникает момент такой, что в какой-то момент, может быть, ты села и подумала, так, а как вот это, вот это, а как вот это, то есть, знаешь, сделала выбор, как лучше. На самом деле нет, и опять же это видно, то есть у меня не, если посмотреть на ленту, да, у меня не совсем вылизан инстаграм, у меня мелькают там периодически, я не знаю, когда, я иногда из-за этого дико страдаю, потому что хочется, чтобы все это было идеально, все в пудровых оттенках, все с зерном, и тут моя дочка надевает пальто цвета фуксии, и как бы все разрушено, вся моя пудровая жизнь разрушена. Но в этом и есть живость, как бы, в этом и есть там, да-да, возникает беспорядок, это, наверное, поняли что-то, и этого не хочется, конечно, но я не буду не постить картинку, которую мне захочется запостить, только потому что она там цветовыми углами не совпадает. Не укладывается, да. Хорошо, у тебя достаточно, ну давай так, напряженный график, ну вообще работы, я знаю, что там бывают периоды, когда ты прям... Знаешь, мне кажется, что, мне кажется, что он не напряженный, но иногда я смотрю со стороны, и смотрю там на других людей, и, наверное, да, напряженный. Ну, бизнесы, и вот смотри, у тебя есть успешные бизнесы, ну, назовем там, не знаю, называешь себя блогером или нет? Ну да. Называешь, ты блогер, с чего вдруг ты пошла в нишу образования? То есть, опять же, это же придумывает, создает. Потому что, а, это востребовано, и, б, мне есть с чем поделиться. То есть, ты видишь в этом тоже, как с цветами, ты видела в этом нишу. Да. Слушай, ну, при таком подходе получается, что у тебя может быть мультибизнесы, то есть, через год, два, три могут быть еще проекты. Ну, ты знаешь, я, наоборот, стараюсь себя ограничивать, потому что, на самом деле, когда, знаешь, у тебя есть личный бренд, ты можешь начать там, вот там, там, пятое, десятое, а у меня нет желания вот это вот распыляться. У меня, наоборот, есть желание сосредоточиться в чем-то, там, одном, там, или, ну, вот, двух, да, то есть, если цветы я отдала на откуп Юле, своему партнеру, я полностью сосредоточена на Jerusalem Bazaar, и, ну, и вот образовательная часть, это такая, скорее, отдушина, да, это, ну, как бы, совсем, наверное, другое. То есть, если цветы и украшения, это схожи, да, это два бизнеса, где ты продаешь какой-то товар, и так далее, то в образовательной сфере это немного другое, это, там, технической частью полностью заняты мальчики, которые заняты технической частью, а я просто прихожу и вещаю, так сказать. И это немножко другой продукт, как бы, поэтому это другая специфика. И поэтому тебе это интересно? Ну, поэтому я не очень, ну, не совсем считаю, что это, там, два проекта, на которые я распыляюсь, да, то есть для меня вот очень важно сосредоточиться на чем-то и довести, там, сейчас, там, Jerusalem Bazaar, я не верю в совершенство, да, но довести до какого-то вот ума, да, чтобы это не было бизнесом на коленке, как это было, там, до последнего времени и продолжает в какой-то мере быть сейчас. Есть очень много, то есть есть огромный потенциал у этого бренда, и я понимаю, что мне гораздо выгоднее даже, там, с финансовой точки зрения, а тем более самореализационной, сосредоточиться здесь, и всю свою энергию, весь свой ресурс, и свои знания вложить сюда, чем сейчас сделать еще пять каких-нибудь недопроектов. Угу. У тебя сейчас шестьдесят процентов оборот идет через оффлайн, да? Видела такую цифру? Да, даже может. Даже может уже больше, да? Да, шестьдесят, да. Значит ли это, что ты будешь открывать еще магазины, еще процентов? Это значит, я буду открывать магазины, во-первых, но, во-вторых, это значит, что мне нужно сосредоточиться на онлайн. А, то есть усилить онлайн. Поэтому, да, 2017 у нас объявлен годом онлайн, сейчас мы делаем новый сайт, и куча там разных будет вещей, которые... А скажи, а нет такого момента, что все-таки вот я, понимаешь, попав сюда, притронувшись, надев на палец, у меня возникает гораздо больше желания купить? Абсолютно. Это два разных шопинг-экспириенса, онлайн и оффлайн. Если раньше я верила, что там за онлайном будущее, и вообще все хотят, кто с выставкой, это Москва, там тем более по миру. Да, кто поедет там. То есть сейчас я понимаю, что я была не права, и я очень счастлива, что я сделала этот шаг с оффлайном. Что это просто два совершенно разных вида покупок, и они не взаимоисключающие, они взаимодополняющие. То есть ты как предприниматель, просто имея классный продукт, идею, бренд, можешь просто использовать разные каналы, и они будут тебе принять прибыль. Хорошо, а вот работать в Израиле, накладывает какой-то отпечаток все-таки, вот именно менталитет, может быть, есть ли какие-то в этом сложности? Ой, вероятенец, застрелиться может. Ну я-я-я, вот расскажи. Это сложно, да. С чем? Ну, они очень все расслаблены, и для них вот эта вся история про то, что мы заказали там кольца 16-го размера, потому что у нас там стоит очередь в листе ожидания из 10 девочек, которые хотят 16-й размер. Они присылают нам 19-й, и говорят, ну ладно, что вы продаете 19-й, и вот что-то вот в этом роде. И как ты реагируешь? Ну, не, ну, кроме вот ты, а-а-а-а. Объясняю, что, ну, как бы, это работа с людьми, это стрессоустойчивость, то есть у каждого свои недостатки. Приходится объяснять, что вот у нас немножко по-другому относятся к этому, и у нас, если попросили вот это кольцо с вот этим оттенком, вот этой формой, вот с этими гранями, это значит, что она хочет именно это кольцо, и она не возьмет кольцо с другими гранями. А там все это очень, ну, скажи, что вот сейчас это модно, ну, как бы, с нашими покупателями так не работают. Да, они работают. Ну, и ты возвращаешь, или? Конечно, да, мы все переделываем по 100 раз. Скажи, за время пребывания жизни в бизнесе, пути в бизнесе, вот самый сложный, критический момент, это что для тебя? Ну, не было сложно. Вот этот вот поступательный путь, шаг за шагом, без каких-то там глобальных рисков, и поэтому... Мне кажется, это вопрос отношения к жизни, к бизнесу. То есть, возможно, к жизни вообще, в принципе, вот в принципе, вопрос был отношения к жизни. Я уверена, что наверняка, а в моей жизни, в бизнес-жизни, в обычной жизни были какие-то моменты, которые для какого-то человека были бы там просто там разрушающими, просто суперстрессовыми и так далее. Но когда меня спрашивают какие-то сложности, а я всегда отвечаю, что да, ну, не было особо сложности, то, ну, возможно, если начать анализировать, да, вот это, наверное, был сложный момент, а для кого-то это вообще бы было там суперсложно. Но я стараюсь, ну, то есть, не было каких-то суперразрушающих моментов, не было, которые бы действительно там вот восстать из пепла. Нет, ну, например, то, что ты понимаешь, что бизнес на грани, например. Вот такого не было? Ну, вполне, да. Не было, хорошо. А что можно сказать из всех этих несложных моментов, что было таким вот, что момент кого-то преодоления было какое-то? Ну, сейчас сложно, например, набрать команду и сделать из нее реально команду, потому что когда ты работал с тремя людьми, а сейчас делать десять такими же лояльными, вовлеченными и взаимосвязанными, это сложнее, чем соединить трех, которые и так уже были соединены сами собой. То есть это вот работа с персоналом сейчас для тебя нового челленджа. И предприятие слово сотрудники. Сотрудники. Ну, хорошо. Да. Так, а если говорить про победы? Ну, это скорее про челлендж, да? То есть это скорее, это не сложно, для меня это нечто интересное. Я поняла, интересная задача. То есть это интересная задача, которую я ищу творческие пути решения, да, а не... А, ужас, ужас. Я поняла, то есть твоя философия, у тебя нет проблем, есть задачи. И ты к задаче интересна, ты подходишь к ней с огоньком и делаешь. И в процессе растешь. И теперь еще получается, что ты упаковываешь свой опыт в обучение микробизнесу и передаешь его, начинаешь... Да, еще срабатываю на этом деньги. Да, 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 начинаешь предпринимать, не передаешь. Круто, победы. Что ты можешь классифицировать как? Ну, нет, наверное, каких-то вот этих вот... Вот какая-то одна вот там победа, да. Ну, ну что-то вот я сейчас спрашиваю... Ну, классно, что вот у нас есть этот магазин, да, то есть, ну, это такой, это какой-то пункт, то есть... Это не то, что какие-то вот точка победа, дальше мы идем, 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 потом опять победа, радость и так далее. Каждый день мы растем, мы что-то придумываем, что-то реализуем и какие-то маленькие вещи, из них создается вот это ощущение победы, которая продолжительного времени. Да, то есть, как говорится же, там, счастье это не десятилетия, она процесс, да, но я с этим абсолютно согласна. Слушай, а твой муж тоже в бизнесе же? Да. Да. Ну, ты начинала сама, а потом он к тебе присоединился. Ну, он присоединился в самом-самом начале, и вот это вся наша любовная история, закрутившаяся, в принципе, из-за того, что я стала ездить в Москву обратно, она, мне кажется, поспособствовала тому, что это все стало так успешно развиваться, потому что я начала ездить обратно, и, в общем, все это закрутилось, все вместе, такой винегрет. Ты тебя поняла, то есть, вот почему ты летала туда-сюда, то есть, ты, как бы, понятно, вернулась, по сути, в Россию, потому что вот так. Хорошо. И как вот в бизнесе вместе? Потому что бывают же там… Ну, у нас в счет разделены обязанности, и мы, как бы, не пересекаемся, поэтому… Вы не такого, что сели дома такие пообсуждать, что там показать или такое? Нет. Нет, то есть, у вас, как бы, там, фронт работ, фронт работ. А за что ты отвечаешь, за что он отвечает? Ну, я люблю это позиционировать так. Я отвечаю за все, что красиво, а он за все, что скучно. А он как… Для него, наверное, то, что скучно, это не скучно? Ну, не знаю, наверное. Хорошо. По поводу времени, тайм-менеджмент. Все-таки, да, вот я спросила задачи, потом у тебя сейчас курс. Как твой… ты мама, трое детей, путешествия? То есть, очень многогранная жизнь, в которой много разных аспектов. Друзья и… То есть, успеваешь, по сути, все. Вот я читала, что у тебя есть такой принцип концентрации, что если ты что-то делаешь, ты делаешь это. Вот это… Ну, да. Я стараюсь не… То есть, я считаю, что лучше быть качественным работником час в день, чем некачественным десять часов в день. Да, но то же самое касается мамы. Лучше быть качественной мамой, там, три часа, чем некачественно с ними провести неделю, отвлекаясь постоянно на телефон. Дети очень хорошо чувствуют, что ты не с ними. Включен или не включен? Ну, и младенцы, и тем более, что дети постарше, которые могут тебе сообщить, мама, отлив мне от телефона. Как вы, серьезно? Вот. Вот. Поэтому, то же самое касается и общения с друзьями, общения с мужем и так далее. То есть, муж тоже не дурак, он понимает, что если ты сидишь рядом с ним, но в телефоне, то ты не с ним. То же самое друзья, да. То есть, вот эта вот телефонная болезнь, она вообще наше поколение очень нехило поразила. И пока еще не все от этого отошли. Но мне кажется, что придет время, когда мы осознаем, что нужно немножко отключать. То есть, ты, получается, свой телефон, грубо говоря, выключаешь? Я не могу похвастаться, что я такая прям осознанная и реально его отключаю, но я понимаю, да, что очень часто я абсолютно осознанно это делаю. То есть, я захожу домой и я прямо конкретно отключаю телефон. Я просто авиарежимом. Ну, да. Либо авиарежим, либо просто авиарежим легче выключить, чем включить телефон. Ну, и этот момент, когда ты, одно дело, когда тебе просто надо схватить, посмотреть смс-ку и все, я тебя затянула. Другое дело, когда тебе надо взять и осознанно включить кнопку. То есть, в этот момент ты ловишь себя на мысли, что нет, я не буду этого делать. И это откладываешь в основном. Хорошо. И еще интересная тема с обучением. Я читала отзывы у тебя на сайте. Обратила внимание, что люди пишут такие конкретные вещи. Например, увеличил повторные покупки на 56%. Количество подписчиков 70,5 раз. На 20% сократил расходы. Прибыль на 10%. Ну, такая прям конкретика. Это мы заставляем это делать. Ну, смотри, такая прям конкретика в цифрах, в деталях. Ты так видишь бизнес, реально? Нет, я нет. Но их заставляю. Окей. Это не совсем женский подход, ты понимаешь, да? Потому что это очень важно это делать. И я на своих ошибках знаю, что я не могу, я лишена очень большого вектора развития, потому что у меня нет статистики какой-то за эти 7 лет, что у меня есть бизнес. И я хочу, чтобы девочки, когда они начинают, они избежали этой ошибки. Мне никто об этом не говорил. Ну, то есть тогда этого не было, когда я начинала. И мне никто не сказал, что нужно ввести базу покупателей, что это самое ценное, что есть в бизнесе, да, там и так далее. И так как я совершила все эти ошибки, и сейчас я пожинаю их плоды, я могу абсолютно осознанно сказать, что девочки, не делайте так. Объяснить, почему это не надо делать так. Подопнуть их и заставить их делать так, чтобы они потом через год не сожалели, что они не послушали меня в это время. Слушай, ну а как ты, то есть аудитория набирается на обучение из твоих подписчиков тоже, по сути, да? Да. Но сейчас много кто обучает как бы бизнес там, не бизнес и так далее. Ты когда запускала вот это направление, ты вообще смотрела по сторонам, анализировала или ты просто сделала то, что я хотела сделать. Я просто сделала то, что я хотела сделать. Да, ты начала говорить о том, что для тебя важно. Да, да. И поэтому ты не анализировала? Это такой мой опыт. Ну, такого вот, прям такого очень мало. Большинство это вот инстал-коучи вот эти вот, которые уже оскомину, мне кажется, набили. Это уже… Инстал-коучи это что? Ну, вот кто и учит инстаграм вести. Ну, мы же с тобой понимаем, что инстаграм это просто один из каналов. Ну, нет, это может быть основной канал, но просто это пять процентов от всего бизнеса. Да. Все это операционная система. Да. Потому что бизнес это не только… Не только вести инстаграм. Да, да, да. То есть, и вот эти моменты, юридические, организационные, команда, ты вот все вот эти моменты… Все, сколько состоится бизнес, все, с чем это связано, все это… И в завершение нашего интервью про планы… Я уже озвучила их, сосредоточиться на этом и сделать из этого конфетку. А если говорить про микробизнес, я имею в виду про курс. То есть, ты хочешь создать какой-то… Там нет каких-то суперпланов пока, там просто есть планы выпустить еще пару потоков и пока так. Ну, то есть, у тебя нет такой идеи, просто я обратила внимание, что у тебя ученицы, которые обучились, они имеют доступ к следующим потокам. Да. То есть, у меня возникла мысль, что, может быть, ты хочешь создать некое сообщество вот таких микробизнесменов. Ой, нет, у меня пока нет таких планов. Слушай, круто. То есть, ты идешь по пути и берешь различные возможности, тестируешь, делаешь в процессе, получаешь кайф, радость. Очень… Мы со Светой Кубицкой записывали интервью. Я знаю, что вы подруги и похожа философия. Да. То есть, она делает бизнес так, знаешь, по-женски, в радость, таким вот кайфом, вот то, что нравится, вот такой… И это будет близко. Да. Я сейчас с тобой общаюсь, я понимаю, что это вот… Видимо, эта концепция подобная притягивается к подобному. Философия, да? Хорошо. Благодарю тебя за интервью. Спасибо тебе. За что в своем графике нашла. У нас уже тут модели, сейчас будут съемки. И у нас еще есть традиция по поводу подарков каких-то полезных, которые позволят аудитории познакомиться с тобой поближе. Что это может быть? Это может быть мой вебинар, который, ну, на мой взгляд, получился очень классным. 10 ошибок, которые совершила в жизни. И что я из них, в общем, почерпнула. Там два с половиной часа разговоров про все это. Очень много вопросов от людей было. Было порядка полутора тысяч человек. Было интересно, познавательно. Мне кажется, что кому-то может это тоже пригодится. Друзья, оставляйте свои данные на сайте подкаста podcast.azarenokpro.com. Смотрите этот вебинар и, ну, я так предполагаю, что не совершайте ошибки роста вашему бизнесу. Будьте брендами. Счастливо.